День независимости. Главный государственный праздник. Уже завтра по всей стране пройдут массовые мероприятия и тематические акции. На Гомельщине День независимости встретят традиционно масштабно. Причем не только в областном центре, но и в небольших населенных пунктах. О закулисье праздника и символах нашей независимости в актуальном интервью с заместителем начальника главного управления идеологической работы культуры по делам молодежи Гомельского облсполкома Татьяна Кручко. Программа Дня независимости главного государственного праздника республики гипернасыщена. И тем не менее организаторам удается каждый раз гостей, участников праздника удивлять. Что готовите в этом году, если не секрет? Есть такое хорошее правило в Гомельской области. Никогда не повторяться и даже традиционные мероприятия проводить как-то по-новому. Поэтому ярче, интереснее и глубже пройдут и традиционные митинги, и торжественные шествия, выставочные и концертные мероприятия. Особенностью, скажем, торжественного шествия в городе Гомеле в этом году станет участие в нем представители всех районов области, которые пройдут по главной улице областного центра с гербами своих районов, а затем представят свои выставочные подворья на улице Ланге. Есть изюминки в каждом районе и города Гомеля, это и выставка белорусского орнамента, и гастрономические конкурсы, и многое-многое другое. И в районах Гомельщины, если в Ельске это, скажем, конкурс деревянной скульптуры, в Житковичах это конкурс мисс Вышиванка, в Чечерске фестиваль молодежных субкультур за главная буква, то в Светлогорске это открытие цифрового кинотеатра в агрогородке Чирковичи. Сегодня это единственный агрогородок, который ко Дню независимости получает такой замечательный подарок. Надо сказать, что таким образом к цифровому киноискусству смогут приобщиться и жители районного центра, и гости близлежащего санатория. Замечательный подарок в День независимости. Татьяна Леонидовна, интересно, если не секрет, а как Вы проводите этот праздник? Я из тех людей, для которых праздники – это работа, но работа интересная, позитивная и, поверьте, очень благодарная. Потому что, когда ты видишь улыбки людей, когда ты видишь эту атмосферу единения, ты понимаешь, что все получилось. Финал праздничной программы Дня Республики традиционно акция «Споем гимн вместе». Как считаете, в чем секрет, почему проект за долгие годы стал по-настоящему народно любимым? Не могу не поделиться с вами забавной историей, которая приключилась во время проведения такого проекта, когда ко мне подошел маленький мальчик и попросил флажок Республики Беларусь. В ответ у него поинтересовались, а знаешь ли ты, мальчик, гимн своей страны? Нет, отвечает он. Ну тогда давай ты споешь только то, что знаешь. Хорошо. И нужно было наблюдать за глазами этого мальчика, в которых было сначала удивление, затем радость, потому что слово за словом он спел весь гимн. И, конечно же, ушел с флагом Республики Беларусь. Нужно было наблюдать за глазами организаторов, которых как минимум гордость? Конечно. И я думаю, что гордость испытывать должны родители этого мальчика, которые правильно воспитывают своего ребенка, привлекают его к таким проектам. Да и в целом, надо сказать, что каждый человек, который хотя бы однажды пришел на акцию «Споем гимн месте», испытывает необыкновенное ощущение, когда слышит свой голос в этом многотысячном хоре, который поет «Вечно живи и квитней Беларусь». Поэтому ему захочется вновь и вновь принимать участие в этом проекте. Татьяна Леонидовна, ну и подводя черту в нашем интервью, а что для вас День независимости? Для меня День независимости – это, прежде всего, символ солидарности нации, единения. Всех и каждого. В стремлении сделать жизнь своей страны ярче, краше, интереснее и лучше. Спасибо за интервью и до встречи на улицах праздничного Гомеля. До встречи.